Учитывая нынешние обстоятельства. Флэш, ты что там, с лапкой играешь? Он с лапкой играет. Я ему эту лапку кроличью дала. По всей хате с ней носится. Что за еда? Есть такой сервис кухни на районе. Ужаснейший, потому что они всю мою еду переворачивают. Либо плохо доставляют. Но она у них более-менее вкусная. Приветики. Сталетики. Мадонна, привет. Что за кроличья лапка? У котов есть вкусняшки. Разные. Я купила ему кроличьи лапки. Они охотятся на них. У животных есть инстинкт охотника. Я ему эту лапку дала. Еще покажу. Флэш. Вот эта лапка. Вот Флэш. Флэш, где лапка? Флэш, лапка где? Где лапка? Где лапка? Так он сам вот так вот носится. Вот так. Ать. Флэшу получается... Сколько ему? Сейчас будет шесть месяцев. Заблокировать. Я ходила к логопеду, и я поняла, что мне это не нужно. Потому что это моя изюминка. Лапка это съедобная? Да. Англия, привет. Добрый день. How are you? I'm fine. Thank you. За сколько снимаете? Уже за 105 тысяч рублей. Не хотите кафе поменять? Да не знаю. Я сегодня подписала договор на год. Он у нас просто закончился сегодня. Мы подписали новый договор. У нас теперь другая сумма аренды. Нам установят кондиционеры. Но вот с парковкой я не знаю, что делать. I'm from Russia. But I'm born in Estonia. Лапку можно кушать. Это лакомство для кошек. Нам подняли аренду на 25 тысяч рублей. Посчитайте, за сколько мы снимали до этого. Если бы была возможность вылететь куда угодно, куда бы хотела полететь. На Бали, на Мальдивы, в Дубай, в Америку. У меня подружка в Америке. Она говорит, ей очень нравится. Где другие ставят машины из вашего дома? Также у гаражей ставят. Только они ставят бесплатно. А я плачу 10 тысяч рублей. Класс. Причем они ставят бесплатно уже 2 месяца. А я плачу деньги. Хотя могу тоже ставить бесплатно. Но зато у меня прям мое место, которое не могут кто занимать. Вот. Где они еще ставят машину? Еще они ставят на платном паркинге. Он находится где-то в 500 метрах от дома. Там очень сложно выцепить это место. Это место от Моспаркинга. Но каждый месяц там можно его выцепить. Точнее. Конкретно на нашей улице каждый месяц высвечивается серым, что его нельзя выцепить. Получается, что люди, которые снимают, они просто продлевают аренду и не уходят оттуда. А новые не могут. Я училась на отельный бизнес. Потом ушла и хотела просто учиться в гимназии. В гимназии я параллельно обучалась на профессию парикмахера. Но потом я ушла на проект. Поэтому у меня сейчас есть профессия визажиста. И я сейчас получаю второе. Вот получается, у меня сейчас будет диплом государственного образца на визажиста. У нас будет экзамен. По теоретической части у нас будет экзамен. По макияжу. Какой у тебя уровень английского? А2. Что с губами? С губами, во-первых, эффект, который их делает синими. Во-вторых, с губами у меня пигментные пятна. В причине того, что у меня очень часто выскакивает герпес. И чтобы это убрать, мне нужно сделать перманент губ. А чтобы сделать перманент губ, мне надо найти просто, извините за мат, ебучего мастера, который сделает мне ебучие охуенные губы, потому что губы очень многим портят. Вот. Надо найти мастера. И сделать перманент губ. И никто не будет доебоваться до моих губ. До их цвета, точнее. Ресницы не наращиваю уже год. Какой ухоз за зубами используешь? Просто чищу зубы, иногда отбеливаю полосками. И сделала отбеливание зумом. Еще перед тем, как делать губы, мне надо пропить курс ацикловира. Мне сделают губы, мне все равно может выскочить герпес. И когда мне сделают губы уже, они все заживут. Если выскочит герпес, у меня будет белое пятно. Нет, я не хочу бравить лисий эффект. Это вообще, это что? Сейчас, погодите, блин. Сейчас. Закреплю телефон в ногах. Лисий эффект, это я буду вот такая. Все. Даже не очень. Похоже, как будто у меня какой-то синдром. Тренировки по боксу. Абонемент на 10 тренировок 36 тысяч рублей. Если единоразово брать тренировки, 5 тысяч рублей. Сергей на тренировке. Очень часто косметологи выкладывают мои видео, используют мои фотографии, выдавая, что якобы это я к ним сходила. Они воруют фотографии моего косметолога. Я хожу только к одному косметологу, это эстетик лапс и все. Косметолог Саша. Сергей вообще по национальности украинец. У него родные оттуда, но родился он в Беларуси. Да, у нас отменили масочный режим. Что заказала из еды? Я заказала себе панини с розбифом. Запеканку с сгущенкой. С творогом. С сгущенкой. И заказала себе чизкейк, сникерс. Почему именно бокс? Потому что я вымещаю там свою энергию. Покажи котика, пожалуйста. Флэш, не могу ничего поделать, но тебя любят. Ну любят тебя. Он охотился, поэтому он сейчас не в духе. Скажи, мама, ну хватит, да? Мама, хочу играться. Скажи, мама, хочу играться, играться. Да, ну все. Ауч. Где лапка? Лапка где? Нет, я не использую никакие сыворотки. Мне жалко столько денег на еду отдавать. В смысле? Как может быть жалко на еду деньги? Что-то интернет чуть-чуть лагает. Порода британская шиншилла. Золотая. Конечно, флэш линяет. Вы что? Мы же ходили на экспресс-линику. Потому что мы вернулись в Сочи и охренели, как он начал скидывать свою шубку. На самом деле тайский бокс это очень сложно. Мою родину уже затронула война. Ну, Эстонию. Конкретно националисты. Это ужас полный. Избивают русских. Зеленкой обливают. Это ужасно, что творится в Эстонии. На русскую продукцию клеят бумажки. Типа, не покупайте это говнище. Ездят на машинах всякие фразы. У меня сестра, она работает в кафешке. Рядом русские сладости продают. Ну, типа, человек работает. Подходит, говорят, обсирают его за то, что он продает русские сладости. Какой-то магазин выкинул всю русскую продукцию. Ну, короче, это вообще ужас. Это дебилизм. То есть люди из Эстонии строили свой бизнес. Эстонцы, заказывая продукцию в разных странах. Например, вот Эстония закупилась российскими конфетами. И продает их в Эстонии. Бизнес шел хорошо. Все отлично. Всем нравится. Произошла ситуация. И, то есть, его же народ засирает за то, что он просто вел свой бизнес. Для меня это вообще жесть. Что такое? Где лапка? Где лапка? Давай найдем. Где лапка? Флэш, где лапка? Показывай, где. Покажи духи свои любимые. Мои духи любимые. У меня много разных. Пойдемте покажу. Где лапка, Флэш? Где лапка, зайчик мой? Где? Потерял лапку. Пошли искать лапку. Ребятки, мы ищем лапку. Где лапка, зайчик? Нет лапки. Нет лапки. Так, пойдемте покажу вам этот. Мои самые любимые духи. Это... Ой, блядь. Стойте. Извините. Это мои самые любимые духи, которыми я просто не могу пользоваться по причине того, что мне плохо от них. После коронавируса, когда я заболела коронавирусом полтора года назад. Даже два. Полтора точнее. Вот эти мои любимые духи тоже. Не могу ими пользоваться. Пользуюсь очень редко, за то, что мне от них плохо. Вот этот аромат. Экснил вообще топчик Sweet Morphin. Есть у меня такие, как Аин. Этими я не пользуюсь, но безумно мечтала о них. И по итогу не пользуюсь. Это мне Сережа подарил. Вот. Тут у меня бардачок. Тут это я. Такая красоточка. Мяу. Надо, так сказать, тоже перебраться. Потому что у меня косметики тут дофига. Кстати, я спонжики мою непосредственно перед тем, как начинаю им пользоваться. Потому что, когда он в тональнике влажным, то он не смывается. Когда тональник засох, вот так вот, то все идеально смывается. Вот так вот. Так, надо даунов заблокировать. Что ты мой? Настрой такой, что я уже захотела сделать макияж. Где? Ты лапку нашел! А вот и лапка. Ать? Ать? Лапка! Иди сюда, Флэш. Тай, 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 тай. Волосы тут его. Побежал, побежал с лапкой. Пока я пользуюсь шампунем от фирмы Sona. Решила попробовать магазинную фирму. Вот. И аптечный у меня еще есть. У нас отдельная гостиная, отдельная спальня, отдельная кухня. Отдельная гардеробная. Хоть накрасилась бы. У тебя какая разница, накрашена ей или нет? Тебе устраивает твоя осанка? Нет. Но мне очень... У меня кружится голова, когда я выпрямляю спину. Качество не очень стало. Мне очень жаль, не знаю, что сделать. У нас двухкомнатная квартира. Ой, спасибо за красотку. Это левая рука, а не правая. Вас зеркально показывает. Если заходишь в институт через VPN статья. Ну, если бы ты хоть немножечко разбиралась в законах, то прочитала, что есть наказание за конкретные VPN, которые внесены там вот в законе. Сегодня надо на курсе. У меня в 5 начало. Не хотите продать машину, купить квартиру? Ну, в принципе, с теми ценами, что сейчас можно продать машину, за 11 миллионов. Можно, в принципе, и купить квартиру. Но квартиру не хочу. Я буду покупать дом. Как ты считаешь, что у тебя есть минус? Конечно. Сколько стоит обучение на визажиста? Обычный тариф вроде 60, вип-тариф 75. Что за медальончик на шее? Картье. Нет, я в банке не храню средства и вам не советую. Есть всякие другие способы, где можно хранить. Банк — это пирамида. Финансовая пирамида просто официальная. Если все люди захотят прийти и снять деньги с банка, то всем людям деньги не отдадут. Кольцо золотое, да. Это картье тоже. Ну, у картье очень высокая проба, 750-я вроде, да. И из-за этого они очень легко царапаются. А дом картье закрыли, то есть полировку даже не сделать. Да, сестра в Эстонии снимает квартиру. Красавица, спасибочки. Сбережения можно хранить в криптовалюте. Существуют холодные кошельки. И еще всякие моментики есть. Валборис уже начал работать. Уже выставили, что он начал работать. Уже можно заказывать. Вот буквально час назад выставили. Я обучалась на визажиста, я пошла обучаться еще раз. Валборис у себя на странице заявил, что вот, час назад они выставили сториз о том, что все работает. Да, я умею копить деньги. Взяли котика, а не собачку, потому что мне плохо от запаха собак, потому что с собаками нужно гулять три раза в день. Я не готова на это. Ребята, мне похуй на девушек моих бывших, нынешних и будущих. Нынешних, блядь, нету. Будущих, не будущих, не знаю. Мне все равно. Там пока не показывают, что ты заказывал, твои заказы, твои покупки, но ты можешь заказывать товар. Вот я бы не хотела, чтобы у меня собака на пеленку ходила, чтобы эта какашка по дому пахла. Вот у меня кот есть, у которого какашки тоже пахнут. О, он уснул. Флэш! Чё, сил нет? Если бы квартиру покупали, то какой идеальный район? Водный стадион, идеальный район. Флэш когда-то гадил мимо лотка. Один раз, прямо перед поездкой в Сочи, этот маленький говнюк мешал. Мне я его закрыла в спальне, и он насрал прямо на моё место, где я сплю. Он решил показать так свой характер, но потом был закрыт в лотке. В смысле, недовольная и обыкновенная. Вот, Анжелика, ты, видимо, меня не знаешь. Я тебе советую меня узнать. Я всегда такая. У меня такой тембр голоса, у меня такой тон. Я не недовольная, я так разговариваю по жизни. Ты оптимист по жизни. Я бы так не сказала, потому что я очень многие ситуации перекручиваю. ну, из мухи слона делаю, из плохих ситуаций. Делаю так, чтобы было ещё хуже. Ой. За границу буду ездить, когда Россия откроет границу с другими странами, точнее, с Эстонией. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...